ну чё пацаны аниме приветствую всех дом который построил гной здравствуй видел тебя до конца отчета еще так а закончили мы на какой-то вообще профессиональной сцене такой клиффхенгера клиффхенгером закончили сейчас надо вспомнить что именно там случилось и почему и решил что это отличный повод остановиться пока что значит синдзи и кари синдзи кун и мун пошли в дом а я нами для и и увидели там того человека который по-видимому является настоящим убийцей всех во всех этих событиях ужасающих он взял заложники а я нами нацепил ей испанский ошибок шейник на шею и снотворное дал и тут надо было что-то делать а потом он пострелял с пистолета в окно и отошел на пару шагов назад словно заканчивая разговор как уже видно мун продолжала всхлипывать и сейчас и ненавидел я за это глупое бездействие это было я уже читал это ну ладно помоги же мне быстрее и в буквальном смысле слова поддерживал жизнь а я нами да это было а почему это было ладно почему бы не повторить как бы спрашивает игра я уже устал он отошел от меня напевая свою какую-то песню на англиканском в квартире стало тихо пока я мог следить за таро я наблюдал за его лицом мне показалось сейчас его глаза слегка сузились опять поет свои забугорские песни двойник начал обходить меня слева все еще держа на мушке что он делает так это было подожди 16 нет это последняя это последняя ладно он зашел за мою спину я не мог развернуться по коже побежали мурашки сейчас что-то произойдет дыхание смерти не чувствовалось даже когда мы ловили ангела который падал с орбиты мы боялись до дыры уже в коленях хорошо что в капсулах мы сидим и ноги нам грубо говоря не нужны вовсе сейчас же я ощущал присутствие чего-то странного это было не смерть что-то другое нацелилась на меня я убьющая рука продолжает петь он свою непонятную песню он вышел с правой стороны я смог снова его видеть наставил на меня пистолет как и в первый раз взвел курок в этот момент звуки вымерли окончательно я смотрел в его глаза которые бегали как будто он чего-то не понимал ли чего-то ждал он не концентрировал свое внимание на мне что он не успев даже подумать об этом я увидел как парень в очках резко развернулся к окну и успел выстрелить трижды выстрелить в кого куда звуки пистолета разорвали окутавшую нас тишину на мелкие кусочки а потом сами мгновенные развились в пыль звон стеклянных осколков я так и не успел услышать а следом за звуками умерло и зрение вот тут я остановился зачем меня вернули на несколько а у я под я понял это было как бы в предыдущих сериях такое пойдет я я не против заходящее солнце слепила глаза скрип качели был почти единственным звуком который долетал до его ушей мальчик стоял в маленькой песочнице его освещала пара театральных прожекторов за спиной мальчик ждал свою маму чуть потише он нечего делать он сел на корточке и стал просеивать песок сквозь свои пальцы наслаждаясь мягкостью и теплотой в песочнице он был не один зачерпнув в очередной раз маленькой ладошкой груз песка мальчик поднял голову привет первый заговорила кукла сидящая справа от него правая частью лица была распотрошена распотрошена левый глаз пуговицы смотрел куда-то вдаль добрый вечер синди второй подвал голос куклы сидящая слева от мальчика она казалась больше первой имела бесцветные волосы и груз не звучало песок в песочнице мальчик некоторое время смотрел на них а потом обернулся обернулся через левое плечо и увидел заходящее солнце которое готово было спрятаться за горизонт мама еще не пришла он снова вернулся к своему медитативному занятию синди давай построим замок мгновение паренек размышлял а потом с улыбкой кивнул это было намного веселее чем сидеть просто так и заниматься бессмысленным делом он начал собирать в кучу песок вокруг себя как думаешь синди твоя мама сегодня придет мальчик поднял голову и посмотрел на нее конечно придет она не может не прийти а я пока сделаю замок давай сделаем замок фиолетовым он задумался ему в общем то нравилось этот цвет но как можно было сделать песок фиолетовым не волнуйся у меня есть идея не слушая ее песок не может быть фиолетовым перепалка кукол разговоров клинилась вторая кукла мальчик удивленно повернул голову в сторону нового собеседника реальный песок не фиолетовый подделка может помолчать твои безжизненные слова тут ничего не стоят малыш поднялся на ноги обернулся через правое плечо и понял почему ему было немного жарко спину светили два прожектора солнца не было видно мама не приходила он снова уселся около будущего произведения искусства и продолжила сгребать песочный материал она не придет будь терпелив обиделась бы ты на нее если бы мог отругал бы ее мальчик продолжал собирать песок она оставила тебя своего единственного ребенка и похоже возвращаться не собирается он стал уплотнять гуру песка для преданий прочности она не придет все таки нет мы будем тут строить замок а ты будешь продолжать ждать смотри синди песок уже фиолетовый мальчик поднес руку к глазам и приглядевшись различил оттенки фиолетового горстки песчинок на ладони на глаза навернулись слезы синди вспомни фиолетовый твой любимый цвет первый раз в детстве ты нарисовал портрет мамы фиолетовым карандашом он удивленно кинул взгляд влево откуда она могла знать даже я об этом забыл мама была так рада опустив руку мальчик продолжал возводить свой замок фиолетовый цвет скорби голос справа замершая рука над песком ты ненавидишь его ты презираешь его фиолетовый цвет более фиолетовый цвет одиночества фиолетовый вкус крови фиолетовый трупный мальчик перестал дышать яд маленькие ладошки резко врезались собранную горку песка сжимая в маленьких живых тисках каждую попавшую них песчинку из его глаз скатились крупные слезы мы больше не строим замок синди это цвет защиты вспомни голос слева мальчик уже не хотел слышать никаких голосов цвет теплоты цвет оберега единение он крепко зажал свои уши маленькими ручками я больше не хочу ничего слышать помыргав глазами чтобы смахнуть с ресниц капли слез он увидел как из горки песка течет фиолетовая жидкость подобно вулкану она сочилась из верхушки песчаной горки и медленно ползала к его подножию собираясь у ног мальчика его сердце бешено забилось от неожиданности он упал на пятую точку и начал отползать назад пытаясь отдалиться от этого странного явления но с каждым его движением фиолетовая жидкость также разгонялась начинала течь быстрее выбравшись из песочницы он скачал на ноги развернулся собирался бежать со всех ног как неожиданно налетела на кого-то как только он понял что врезался в человека то поднял голову пытаясь разглядеть его лицо и одновременно с этим чувствуя как в следующий миг странная жидкость будет готова сделать прыжок но ему было все равно он знал за ним пришла мама ему надо было убедиться в этом прожекторе сзади скрывали лицо пришедшего в тени мальчик напряг глаза и в этот момент на него налетела тьма поначалу казавшаяся его фиолетовый а в следующее мгновение я лицезрел знакомый потолок темный потолок звон в ушах постепенно сходил на нет я начинал чувствовать свое тело клетка за клеткой включался мозг сон очень странный как будто бы я разговаривал с куклами играл в песочнице под двумя прожекторами словно у всех на виду наверное мисс это сан сказала бы что я немного переутомился я осёкся и заставил себя перестать думать об этом вздохнув и повернув голову на бок я заметил знакомый стеклянный столик квартира мун ее комната как и здесь оказался ведь мы были у рэй а потом и резко вскочил из дивана рей рей мертва я посмотрел на свои пустые руки и обреченно сел обратно почему все так складывается зачем расправа над пилотами верхушкой нерв что за бред я потер лоб что же в таком случае надо сделать буклет добро пожаловать в нерв такому не учил я не знаю что мне делать совершенно не знаю меня бесит собственное бессилие но и вариантов действия тоже не вижу никаких тут моих ушей достиг странный звук доносившийся откуда-то из другой комнаты ну конечно мун ведь тоже должна быть здесь ставь с дивана я покинул пустую комнату и минуя коридор во тьме попал на освещенную кухню девушка была там более того она сидела на стуле и что-то напевая собирала уригами большую часть стола теперь оккупировали бумажные журавлики проснулся ее голос в очередной раз напомнил мне манеру разговора лей что там случилось я не мог сдерживаться что саянами кто этот псих и почему мы сейчас находимся в твоей квартире она медленно повернула ко мне голову пристально вгляделась в лицо а потом молча вернулась к своему занятию мун заткнись это резкость ее голоса и острогнул замолчи и сядь я совсем не понимал ее неясная личность друг или враг резкое переменное настроение скрипы мотивы как мне к тебе относиться тем не менее мне ничего не оставалось как обогнуть стол и сесть на один из свободных стульев что ты делаешь немного помолчав я решил начать нормальный разговор синди знаешь на свете есть несколько вещей которые я просто ненавижу одна из таких вещей вопросы с очевидными ответами она положила согнутый листок на стол и провела пальцем по намеченной линии сгиба я почувствовал себя уязвленным я имел ввиду зачем похоже она действительно была не в духе это уже не так очевидно но все равно догадаться можно на раз я промолчал конечно ответ уже крутился у меня в голове но я не был уверен в его правильность поэтому ничего не сказал опасаясь получить еще одну порцию упора не дождавшись моего предположения он продолжила собираю тысячу таких вот штук у меня есть желание веришь что это сработает не то чтобы однако же надо себя чем-то занять когда впереди у тебя почти вечность в каком смысле ее словами не насторожили я все никак не мог принять удобного положения на стуле продолжая скрытно елозить я случайно обернулся к окну которая находилась за моей спиной и заметил что на улице стояла уже глубокая ночь одиноко освещенная кухня создавала какую-то ненормально домашнюю атмосферу и располагала к беседе однако в ушах поселился еле заметный звон я уже начинал к нему привыкать где-то на самой границе сознания я что-то слышал но эти звуки сливались в один простой высокий писк мунт продолжила заниматься своими уригами а я сидел и не знал что сейчас лучше мне сделать почему-то в памяти вспоминали только последние воспоминания квартиры а я нами странное поведение серволосой девушки того парня что я должен был обо всем этом думать она сама настояла на том чтобы мы нашли его и сама же ничего не сделала вообще ничего черт знает что такое девушка собрала очередного журавля и поставила его на свободное место затем подвинула к центру стола остальных и начала каким-то одним неизвестных порядком их и расставлять знаешь как это круто мунт собирала на столе силуэт чего-то состоявшего из журавликов уригами вспоминать все то есть вспоминать вообще все она вылить выделила последнее слово а я почувствовал что далекий звон стал слегка четче и громче она закончила свое шаманство и скрестила руки на груди знаешь что это я смотрел на стол где из журавликов были составлены две буквы м и аббревиатура мун луп я полностью превратился в слух потому что в этот момент волосы на руках встали тыбом а в памяти всплыл отчет мисото сан мун подхватила книжку про алису с соседнего стула видимо она забрала ее со столика раньше и вдохнув быстренько пролистала ее найдя нужную страницу она прочитала ничего не поделаешь все мы здесь не в своем уме ты и я затем она слегка изменила голос и продолжила откуда вы знаете что я не в своем уме далее голос снова вернулся к первому варианту конечно не в своем иначе как бы ты здесь оказалась чеширский кот и алиса я знал этот отрывок не придумав ничего лучшего внезапно в порыве я решил подыграть девушки и сказал в чем же я уме мун закрыла книжку и хмуро посмотрела на меня должно быть в чужом она положила рассказ обратно на стул синди а теперь подумает об этом буквально что 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 значит буквально иногда деппельгангеры не только забирают но и отдают особенно если они не твои они не отбрасывают не твою тень не отражаются вне твоем дезеркале и вообще к тебе никак не относятся но результат их присутствия сказывается именно на тебе резкая смена разговора окончательно убило все зачатки логичности погоди о чем двойники они ведь могут предвещать смерть тому кого копируют хотя вот видишь остальным они могут помочь я по крайней мере могу собрать фигурку вспомнил как это делается я смотрю на нее и думал что она имеет в виду что значит предвещать смерть тому кого копируют я под ударом но это значит что я не виновен итак чтобы такого она постучала пальцем по столу достала очередной чистый листок и начала складывать нового журавлика что определяет твое окружение что ну или окружение определяет тебя она провела большим пальцем по линии сгиба и перевернула листок что это на экране такое там мусор какой-то да тут ничего нет какая-то фигня на мониторе появилась потом уберу фигню потом я подумал что не стоило начинать этот разговор лучше бы спал дальше и не травмировал свой разум его за умными речами находясь во сне как ты определяешь что вокруг только сон любое действие кажется тебе реальным и сам сон для тебя будет являться единственной реальностью звон в моих ушах то усиливался то сходил на нет и тогда я не мог сказать слышу ли я вообще что нибудь кроме голоса мун интересно она этот писк тоже слышит находясь в чьем засновидении как ты определишь что спишь именно ты как узнать кто спит на самом деле где бог этого мира тот кто создал эту реальность слишком много вопросов поначалу я честно пытался смыслить каждый из них но потом бросил эту бесполезная затея может ли он заменять все по своему желанию в силах ли он влиять на происходящее просыпаясь как ты определяешь что проснулся в реальности можешь ли ты проверить что вокруг не очередной сон спать во сне такого с тобой ни разу не случалось ну конечно если бы не тот случай тебя бы сейчас здесь не было что а нет это все-таки на картинке фигня почему на стриме ее не видно подожди вот здесь вот здесь фигня а вот видно только очень-очень маленькая все понят пиксель у меня сгорел или что-то такое а главный вопрос и корисинзе что произойдет когда несколько творцов своего собственного мира встретятся на одной площадке сновидений я просто сидел и смотрел на нее а девушка внезапно на одно мгновение сделала удивленное выражение лица потом пробежалась глазами по кухне словно что-то вспоминая а под конец просто опустила взгляд на недоделанную фигурку мун ты в порядке в полном чертовы доппельгангере о чем ты говоришь кто он такой этот таро какая разница ведь она странно дернула головой хиония хиония святая сгоревшая на костре за свою веру заснувшая среди языков пламени и обгоревшей кожи проснувшаяся 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 среди ангелов эфемерных существ видящие странные картины слышащие странные звуки звуки прошлого видения настоящего ничего конкретного серые белые блестящие матовые дни звуки издалека из далекого прошлого картины всей жизни ощущения имитации присутствия скрипы дверей морозный воздух прохлада прохлада снова ветер белая палата яркая солнце за окном проснулась неожиданно от последней фразы я поюжился белая палата незнакомый потолок выходишь в коридор и видишь тысячу дверей какую из них выбрать как тут не ошибиться будет ли у меня второй шанс открываешь одну из них скрип и выходишь на улицу встречаешь людей живешь обычной жизнью говоришь думаешь слышишь ощущаешь размышляешь общаешься надеешься отрицаешь засыпаешь в белой палате с ярким солнцем в окне просыпаешься выходишь в коридоры старые знакомые стальные коридоры эхом отражающие твою походку белая палата и коридоры нерв господи мон подожди о чем ты говоришь девушка невидящим взором уставилась на скомканного журавля в руке в ее глазах похоже стояли слезы просыпаешься 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 в палате выходишь выбираешь очередную дверь и попадаешь в новый мир полный твоих знакомых и родных полный твоего окружения твоих знакомых мест и страшно вдвойне когда идя по знакомой улице ты видишь белое пятно такое же яркое как вечное солнце в твоей палате ты смотришь на него глаза начинают болеть от яркости глава раскалывается от логических несоответствий откуда она здесь весь мир трескается и рушится у тебя на глазах ты кричишь и плачешь хочешь чтобы тебя хоть кто-нибудь услышала мир вокруг с оглушительным визгом пропадает и ты просыпаешься я вздрогнул от внезапно повышенного голоса ты ради бога снова просыпаешься в этой чертовой палате от бликов яркого солнца за окном в которое нельзя взглянуть ты просыпаешься опять и опять раз за разом выходишь в эти чертовые двери видишь знакомую обстановку и до смерти боишься что за углом опять не окажется нужного тебе дома но ты снова просыпаешься я в испуге отстранился от стола по которому в неистовстве колотила кулаками девушка сминая уже сделанные оригами кусочки своего инструмента желания из ее глаз катились мокрые жемчужины ты просыпаешься ты не знаешь что такое голод что такое сон надежда даже не может умереть ее совсем нет тебе ничего не нужно ты просто просыпаешься и снова входишь в одну из этих тысяч дверей даже если там нет яркого пятна ты засыпаешь в своей родной теплой кровати а просыпаешься в белой больничной комнате настолько стерильной что тебе просто хочется блевануть на пол чтобы проверить что это действительно опять произошло чтобы показать всю свою ненависть к этому месту и к этому потолку в частности она тоже не любит незнакомые потолки пронеслось у меня в голове в ее словах было что-то что заставляло мое сознание вибрировать и колыхаться белая палата была только началом куклы и лифт черный ключ который лежал у меня в кармане и карта пропуск ведь я не заглядывал на ее оборотную сторону неожиданно мунд подняла голову и посмотрела на меня своими красными заплаканными глазами когда ты просыпаешься вот так раз за разом через некоторое время тебе уже не нравятся какие-либо перемены просто не веришь что они могут произойти но ты просыпаешься и безумно злишься когда выйдя из палаты ты кроме дверей видишь еще и совсем незнакомых личностей и снова по всему телу пробежали мурашки это имеет отношение ко мне они начинают бродить туда-сюда туда-сюда спотыкаются ватукаются в стены и тут же на месте стен образовываются новые проходы образовываются образовываются образуются образуются ты просыпаешься и не узнаешь свою палату свой коридор свои двери я вот так смотрю вот гляжу на текст да смотрю на текст вот начинаю читать строчку а дочитываю ее уже глядя на громкость микрофона туда-сюда головой туда-сюда это очень раздражает она снова смотрела на меня пристально почти не моргала просыпаешься последний раз и проснуться в той же палате уже не можешь скучаешь по тому времени хочется его вернуть но перестроенный коридор уже не пускает тебя ни в одну из этих дверей эти двери тебе больше не принадлежат эти двери уже не твои ее кулаки продолжали сжимать бумажные фигурки ногти впивались в кожу но она как будто бы этого не замечала по твоему прошлому коридору начинают шастать люди бродят туда-сюда туда-сюда уничтожают покой забираются даже на второй этаж которого не должно быть в принципе у меня создавалось ощущение что от ее взгляда и рассказа стук моего сердца сейчас слышали все жители в городе после этого ты даже не можешь заснуть чувствуешь боль по всему телу но сделать ничего не можешь каждое движение по перестроенному коридору оборачивается для тебя тысячами ножей воткнутых в мышцы ты не можешь спать но одновременно с этим ты не чувствуешь ничего сон пропал но надежда голод остальные желания так и не появились все твои силы потрачены только на то чтобы не заирать благим матом от боли который приносит тебе даже простое дыхание ты хочешь наконец умереть заснуть и никогда больше не просыпаться но как раз первого ты лишен совсем и абсолютно это же я спал а кульминацией твоего нового занятия является яркий свет солнца открытое окно в котором это солнце заходит все свои массы господи яндекс деньги хватит яндекс деньги совсем уже со своей этой рекламой денег замучили сейчас надо их немножечко проявить проявить этих подлых яндекс деньги так вот нет 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 плохая идея блин как это сейчас как это сейчас брать ладно но не очень у меня в экран вписывается сейчас в общем до этого несколько месяцев назад яндекс деньги прислали рекламку о том что во и сейчас у нас тут можно короче инвестиции делать несколько дней назад несколько дней назад прислали рекламу о том что вот у нас появился новый искусственный интеллект помощник который поможет вам сделать важные нужные инвестиции а мы всего лишь за эту комиссию сейчас какой-то айрон мани здравствуйте хотите легко получить баллы присоединяйтесь к летнему выгодному челленджу айрон мани чтобы получить от пяти тысячи баллов один балл один рубль о господи яндекс что же вы скатились в такое дерьмище то господи говно блин на лопате ох яндекс а когда когда-то я к вам относился с большим уважением помните такие времена нет а я помню потому что я вас уважал а вы меня как не уважали так и не уважаете до свидания ты стоишь у окна и раскаленный титановый шар проходит сквозь тебя выжигая воздух легкие все остальные органы ослепляет оглушает убивает и вот когда ты думаешь что сейчас уже заснешь окончательно ты просыпаешься она снова стукнула кулаком по столу ой я не буду у меня громко стукается ты опять просыпаешься но вот беда в этой квартире уже не засыпаешь не спишь до беспамятства она еще секунду смотрела на меня потом выдохнула я расслабилась взглянув на смятые фигурки мун одним движением руки смела их со стола и положила голову на ладони мун это присказка она смотрела на меня своими принзительными глазами как будто и не плакала секунду назад а сказка впереди а что все это значит что за чушь ты несешь поразмышляй на досуге она встала из-за стола а я пока направлюсь к своему двойнику меня все это уже затрахало я вскочил со стола и больно ударился коленом об стол так кто хочет няшку стесняшку заскриншотить пожалуйста это это момент я пока водички хлебну подожди мун что значит направлюсь а я как хочешь смерть то он тебе предвещает а мне как видишь кое-что дает взамен так а что с аянами рейта случилось так и не узнал ну придурок синди черт и что тут можно было поделать в такой ситуации единственная ниточка ведущая к ответам на все вопросы была у того странного парня в очках мун шла к нему но перед этим несла какой-то бред неужели именно она может разобраться в этом балагане похоже она хорошо знала этого парня раз так к нему рвалась да и вряд ли бы она сразу мне все рассказала так что мун погоди я иду с тобой уверен она уже стояла у двери выходя из кухни я кинул взгляд на окно за стеклом в большом мире уже занимался рассвет а у нас уже дело постепенно близится к закату хотел я сказать но сейчас посмотрю в окно и а че солнце все еще так высоко а че подождите что это лето что ли сейчас календарик гляну да нет еще не лето ну ничего скоро оно начнет садиться и будет светить в окно на стену отбрасывать это золотое свечение из-за которого я начинаю зевать все своим чередом ты можешь умереть не страшно малыш конечно страшно но не так страшно как опять проснуться в пустой белой палате она слегка сощурила глаза и еще раз внимательно всмотрелась в мое лицо и ничего не сказав вышла за дверь придурок синди мы вышли на улицу и какое-то время шли молча как я должен был понимать ее рассказ шутила ли она надо мной и и лицо как мне казалось не выражало тогда ни единой искорки радости да и потом эти воспоминания о чем они мне говорят ведь я знаю когда она сказала про белую палату я кое-что вспомнил точно пропуск я медленно пустил руку в карман и нащупал пластиковую карту прошелся пальцами по обеим сторонам пытаясь что-то найти а когда поймал себя на этой мысли то не смог придумать что именно я искал я просто вытащил ее и поднес к глазам мы продолжали куда-то идти а я потеряв всякий интерес к дороге внимательно изучал пластик в своих руках мун куда мы идем я задал вопрос на автомате и разглядываю лицевую сторону карты вперед второго может быть где угодно я замолк утратив к девушке интерес придурок синди я готовился перевернуть карту у меня было такое чувство что там должно быть что-то написано я пригрел глаза засчитывал до трех и резко перевернул пропуск ничего обычная задняя сторона с магнитной лентой меня настигло неприятное чувство бана такого же просто не могло быть тут должно быть написано что я поднес карту еще ближе к глазам и заметил микроскопические царапины которые как могло показаться на первый взгляд были проделаны совершенно хаотично однако кое-какая догадка начала вертеться у меня в голове налево или направо что я был полностью поглощен изучением бесполезного в данный момент пластика куда идти я заметил что мы находимся у фонтана туда я неопределенно махнул рукой и вернулся к созерцанию пропуска кажется мон захотела меня убить она повернула к пруду царапины были расположены в определенном порядке я просто чувствовал это но они были слишком мелкими чтобы можно было разглядеть всю картину целиком внезапно мон остановилась и я врезал свою спину что случилось подняв голову я увидел может ли это быть конец нашего мира напевает опять свою песенку на американском языке мой двойник стоял у кромки воды у ближайшего к нему дерева сидела знакомая мне девушка с челкой на пол лица уронив голову на грудь все вещи которые мы любим он ходил вокруг нее держа пистолет мисоту сан в левой руке а правой дирижируя себя ничего не осталось но встретить все это должен я сам затем он наклонился присел рядом с ней и поднял ее голову за подбородок потому что я избранный и только сейчас я заметил что она на грани потери сознания закатившиеся глаза бледность мелкие судороги по всему телу я и мун просто замерли на месте аса где он она с трудом посмотрела на него и попыталась что-то сказать но не смогла выдавить из звука чем же он ее накачал доброе утро синди мун что ты с ней делаешь я сделал шаг вперед и роковой щелчок снова заставил меня остановиться двойник сидя боком ко мне даже не смотрел в мою сторону но уже целился из пистолета господи мисота сан сколько же там патронов тебя ведь таро зовут верно а вот ее аса я подумал что слышался да асо близнец алки алка же умерла не так ли перед моими глазами пронеслась залитая ливнем крыша небоскреба и девушка раздирающая себе горло я медленно покачал голову из стороны в сторону а потом все-таки нашел в себе силы снова посмотреть на своего клона что ты с ней делаешь пусти ее неожиданно мон включилась в беседу о моя дрожайшая сестрица моя шея заныла от резко напряженных мышц кто хочет скриншот с сердитой девочки сделать делайте я мгновенно повернул голову к серволосой девушке сестрица точно и корисинзи она моя сестра а я ее соответственно брат логичность происходящего рушилась прямо на глазах я мог покляться что видел как пошел трещинами окружающий мир тем временем таро поднялся и развернулся к нам что в этом удивительного ты же совершенно на нее не похож я крутил головой стараясь найти хоть отдаленные признаки родства я помню как выглядел я я видел как выглядела мун я готов был дать голову на отсечение за то что она мне на меня совсем не походила она не походила меня смутил курсор все верно я на нее совсем не похож мои последние логические рассуждения показали что я похож на тебя разведя руки в стороны я посмотрел на девушку у дерева и посмотрев на девушку у дерева он добавил что я твой близнец или может ты думаешь что я твой клон двойник этот не мигающий взгляд теперь смотрю прямо мне в глаза доппельгангер похоже таро хотел привлечь внимание мун к своей речи но как он мог влезть в мою голову однако есть одна беда если я твой клон почему ты не можешь быть моим клоном знает ли клон что он клон уверен ли ты что ты оригинал может быть это ты не настоящий я поперкнулся воздухом я точно был уверен что всю жизнь был Игорь Синдзи но всю ли жизнь таро словно продолжал мою мысль всю ли жизнь ты помнишь или только отдельные моменты скажем лет шести люди всегда задаются вопросом кто они такие или просыпаются на больничной койке а что случилось раньше совсем не помнят как же тут выяснить где у нас настоящий сон с настоящими людьми а кто является всего лишь порождением их сознания или искусственно выращенным сырником я не знал что надо было отвечать совершенно сбитый стол бы стоял и тупо смотрел на своего двойника эту тонкость я объясню тебе в другой раз сначала я хочу кое-что закончить он повернулся к нам в спину и присел около девушки там он снова вошел в ступор времени тормошить ее у меня не было поэтому я просто сделал шаг вперед чтобы остановить этого маньяка и свести бедную девушку которая определенно нуждалась в медицинской помощи но тут словно гром по моим ушам ударил звук щелчка пальцев и мир ухнул в яму я падал несколько секунд зажимаю глаза и чувствую как у меня закладывают уши в голове беспокойным насекомым носилась ассоциация с кроличьей норой это мысль была явно не моей я четко это ощущал падал и падал чувствовал как сердце то подкатывает горло то уходит в пятки может быть я кувыркался но я все еще надеялся что не приземлюсь головой в асфальт я ничего не видел просто пытался дождаться остановки этого падения и оно прекратилось заменившись громким криком я открыл глаза потому что не мог больше выносить его я увидел словно мираж или иллюзия в дымке дрожая на мгновение исчезая передо мной оказалась больничная палата она вся была загромождена большими медицинскими приборами провода которых тянулись к операционному столу на котором крича извиваясь лежала вроде бы знакомая мне девушка одеяло в районе левой ноги было странно и не естественно плоским словно ноги там и не было вовсе два или три врача пытались успокоить пациента что-то и вкалывая и крича друг другу о том какие лекарства потребуется дальше но девушке ничего не помогало она продолжала не стал кричать обрываться где-то вдалеке послышался выстрел а через несколько секунд выгнутая в последние судороги тело бездыханно упало на стол мерцание миража начинало сильно стучаться по стенкам моего черепа я уже не мог просто смотреть на это видение но очередной раз зажмуриваясь от боли я кажется успел зацепить краем глаза странное название начертанное на одном из приборов селена селина силена я снова провалился во тьму а через пару секунд обнаружил себя лежащим на берегу пруда не успев толком опомниться и понять что только что произошло я почувствовал как мои щеки кого коснулось что-то теплое оно медленно подползло и уткнулось в мое лицо знакомый запах я резко вскинул голову и меня посетило ужасное ощущение наверное это и называется дежавю я смотрел точно в дуо штатного пистолета главы тактического отдела Кадзураги Мисадо сфокусировав зрение на стрелке я увидел что Таро улыбался Синзи это выглядело словно ко мне обращалось отражение зеркала Синзи хочешь узнать что открывает черный ключ находящийся у тебя в кармане откуда он знает про ключ про мои желания его свободная рука оказалась в поле моего зрения в ней находился какой-то прямоугольный предмет он бросил его в моем направлении предмет вонзился в песок углом да так и остался стоять еще одна пластиковая карта что это Таро убрал пистолет и сделал пару шагов к дороге ведущей к фонтану Аска еще жива мы ведь ждем Синзи после чего скрылся за кустами Аска? я подобрал брошенную карту она походила на какой-то пропуск на ней была нацарапана буква Х или Х возможно а рядом зодиакальный символ близнецов Вроде я этот пропуск уже где-то видел переложив ее в другую руку я заметил на своих пальцах кровь и только сейчас вспомнил где нахожусь Резко вскочив я смотрел с моему взору открылась ужасающая картина девушка которую Таро называл Асой но которая так походила на Ауки теперь лежала у дерева в луже собственной крови ее одежда перепачкалась в красной жидкости и похоже именно у нее мой двойник забрал этот пропуск она была мертва я четко осознавал это я прикрыл глаза стараясь сохранить самообладание но еще до того как успел закрыть их полностью увидел Мун она также лежала на земле и зажимала рукой левую часть груди я кинулся к ней что тут произошло? я пытался придумать способ помочь ей чертов Таро девушка почему-то слабо улыбалась дрожа всем телом продолжая терять кровь Синдзи найди его обо мне не беспокойся как же так? пытаясь остановить кровь я надавил ладонью на рану от чего Мунг взвыла от боли пулевое отверстие подсказывало мне что свинец мог запросто задеть сердце но и раз она все еще Синдзи она бледнела на глазах пожалуйста найди Таро я отключусь через секунд десять найди Аска и она уронила голову на песок одновременно с этих расслабив руки и дав возможность все оставшиеся в крови свободно течь наружу я не мог этого вынести и отскочил от нее надо было срочно вызвать скорую но я даже не знал как это сделать стоп у меня же был телефонаски я быстро достал его из кармана и тут же снова упал духом он был выключен и никак не хотел включаться идиот Синдзи зарядить то забыл время уходило словно песок сквозь пальцы и я бросился бежать куда нибудь но этот бег отличался от всего что я чувствовал до этого я действительно хотел найти очкарика во мне развозлость просто на пустом месте появилась ненависть дававшая мне силы желающая выпустить уроду кишки десять минут это сделать бежать найти его не похоже что мунд просто потеряла сознание он убил убил ее просто взял и выстрелил еще одна бессмысленная смерть где он может быть куда он мог пойти надо было срочно найти моего клона о а тут уже походить опять дают сохранится на всякий случай а куда можно пойти карта ничуть не изменилась значит мест больше не стало это хорошо не заблужусь опять пойти налево и это мы выходим в дом мисотосан зайдем точно ну так ну почему нет домой немножечко домой домой пора домой солнышко пригреет лучиком и ушка помашет прутиком так что у нас дома домой вообще не заходится кстати можно на улицу а во на кухню нормально так на столе ничего нового в холодильнике ничего вообще в гостиную здесь тоже ничего где комната миса тусан кстати кстати инвентарь ключ карта аоке буква икс или х и символ близнецов я смогу подняться на крышу небоскреба вопросительный знак возможно стоит попытаться как у мисотосан в комнате ничего нового у синдзи в комнате ничего нового да тогда потопаем в небоскреб угу а чтобы туда попасть надо пойти сначала ну прямо тут выбора то нет особого пока что вот здесь надо уже глянуть на карту она иногда ведет себя странненько вот и небоскреб оп вайтить вайтить колотить тут все про рагнарек применить о двери лифта беззвучно разъехались в стороны кажется именно на нем мы поднимались в прошлый раз салки на крышу интересно зачем мы сюда вообще приходили ничего интересного кроме ее смерти не случилось вроде тогда она мне что-то рассказывала хотя какая теперь разница лифт еле заметно дернулся и стал подниматься сколько мы тогда поднимались минуту две сейчас я мог расслабиться просто знал что в этом месте мне ничего не грозит и в очередной раз жалел что не мог полностью заглушить мозг когда мышцы прекращали действовать в мою голову набивались мысли всей толпой словно за день пока я о них не думал они росли в геометрической прогрессии лифт тихо шуршал шибко тихо зеркальный небоскреб почему нутрою сейчас двигался всегда вызывал во мне какие-то скрытые опасения ну с момента самовольные выписки из больницы не такие чтобы они причиняли мне настоящее беспокойство просто когда я смотрел на него словно мне не нравилось видеть свое отражение в его окнах отвратительное ощущение все же что это за здание внизу пустой холл можно лишь пройти к лифту и ехать на крышу как долго был без сознания неужели его успели отстроить мисото сан как-то говорила что модульная структура токио 3 геофронта позволяет возводить новое здание за день но уж слишком он не вписывался в окружающую обстановку выбивался из образа города крепости да и мун когда она вошла в комнату я почему-то сразу вспомнил рей а потом узнав что она ухаживала за моими ранами подумал нет 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 странно странно это все кенски тотзи мисото аяна милей аса близнец да и мун шесть бессмысленных смертей а все-таки убили рейда все-таки не спас ты ее эх синди безумная мысль возникла в моей голове большинство этих людей были причастны к делам нерв рей пилот кенски и тотзи были внутри евы и сатасан тактический командир получается что напади завтра ангел возможно аска и смогла бы что-нибудь сделать но ведь этот псих охотится за ней а потом очевидно я стану последним мишенью но только после того как я налью себе водички кто-то обезглавил нерв и даже если сейчас есть три полностью работоспособных евангелиона у них нет пилотов это же самое слабое место в обороне куда смотрит служба безопасности гоняется за мной пытаясь доказать мою вину что за чушь они тоже куплены хм куплены кто-то подослал убийцу которому позволено убирать даже свидетелей если подумать геофренд закрыт мой опекун и коллеги случайно знакомые кто еще попал под удар взрыва кафе только литодзе боже неужели неужели это все вот так и случится сколько бессмысленных смертей зачем такое бы потребовалось если бы нужно было стереть все следы моего существования но чем я заслужил такое внимание к своей персоне то что тебе непонятно можешь понимать как угодно это беспокойство витавшее все последние дни в моей голове наконец приняло форму мне показалось что некоторые из мыслей не принадлежат именно мне словно кто-то посадил их туда против моей воли это ощущение теперь уже не казалось таким диким последнее время я испытывал это чувство довольно часто и с каждым разом оно казалось мне все более обыденным это важный момент кстати очень полезно и в нашей повседневной жизни пытаться отмечать а вот наши ли мысли мы думаем ну не в смысле того что нам кто-то доппельгангеров сделал там пересадил что-то там какие-то странные махинации сделал а считаем ли мы те идеи и мысли которые есть у нас в голове своими или действительно их кто-то манипулятивными способами заставил казаться нашими собственными тоже хороший вопрос уметь отличать свои мысли от влияния окружения свои представления о вещах о мире свою картину мира от насаждаемой кем-то извне почему бы и нет собственно ну не мои чувства не мои мысли меня кто-то использует ну и что да и потом при таких событиях я бы скорее заперся в своей комнате и не расставался бы с плеером а сейчас я герой иду мстить и чем же это плохо я открыл глаза лифт замедлил ход и через пару секунд бесшумно открылись двери я сжал свой кулак не убегать узнаю все лифт открыл мне выход в замкнутое пространство прямо перед собой я видел глухую стену а слева и справа располагались по три двери мне всегда казалось что в прошлый раз элеватор доставил нас прямо на крышу и в какую же дверь мне сейчас идти как и ну можно и на них покликать это хорошо да Так, а могу ли я чем-нибудь... Могу ли я чем-нибудь, кстати? О! Могу! Замок, без лишних слов, засветился зеленым и щелкнул, извещая меня о том, что дверь открыта. Я осторожно заглянул внутрь и сразу почувствовал знакомую атмосферу. Большой темный кабинет. Непонятная схема и надписи на потолке. У дальней стены располагался стол. Кабинет и коррегендо, я вспомнил. Пройдя к столу моего отца, я увидел разбросанные бумаги. Кажется, это были распечатки электронных писем. Взяв одну из них, я прочитал. Дана 12.12.2002 от АК Генаоку, группы разработки, кому и коррегендо, командующий уровень шифрования Z, уровень доступа 0, тема DD. Система жизнеобеспечения маги полностью готова. Подключение объекта Альфа возможно в течение следующих трех дней. Однако само погружение мы можем начать не раньше следующего года. Разработка суперкомпьютеров и настройка матриц личности требует слишком много времени. Вы уверены, что нам стоит продолжать? Что еще за система жизнеобеспечения у маги? Разве они не простые суперкомпьютеры? Ооо, дурачок Синдзи, ты не досмотрел Евангелион? Ничего не понимая, я взял следующий лист. Та же дата, те же вещи. Все остальное тоже. Несомненно, объект Альфа должен быть подключен к системе завтра же. Полагаю, комитет может отозвать свое решение о ее переводе к нам. Это ответка. И коррегендо. В обратную сторону. Запуск погружения в данный момент не имеет большого приоритета. Перевода кого? У меня преследовало чувство, что я роюсь в чужих вещах без ведомого владельца, но остановиться было невозможно. Третий лист. Второе августа 2004. От Акаги и коррегендо. Уровень шифрования Z. Уровень доступа 0. Без темы. Командующий, я сожалею о вашей утрате и скорблю вместе с вами, однако это уже пятое письмо, на которое вы не отвечаете. Проект сознательное искажение, да точно ДД, входит в решающую фазу. Нам нужен ваш приказ. Генда, пожалуйста. Пятое число. Ответь как можно скорее, если тебе так важен пациент. Ее мозг в серьезной опасности. Комитет наверняка видит, что мы не справляемся. Я не могу прекратить слать им отчеты о состоянии ее здоровья. Девятое число. И коррегендо отвечает. Акаги Наоко, я снимаю с вас все обязанности, связанные с проектом Е, и исключаю вас из проекта. С этого момента вы занимаетесь только суперкомпьютерами маги, проектом сознательное искажение и системой Мунлук. Сейчас лечение пилота Хионии имеет наивысший приоритет. Важнейшей задачей вашей группы является сокритие реальных дел от комитета, а также лечение объекта Альфа. И рассчитываю на вас. И на следующий день ответ от Акаги. Матрица личности настроена, система первичного погружения готова. Мы можем начать подключение уже сегодня. 23 марта, от Акаги, тема проект Е. После моего исключения из проекта Е, дела в этом направлении идут не очень хорошо. Вы не будете против, если я рекомендую отделу кадров свою дочь, Рицка, чтобы она продолжила мои исследования? 26 ноября 2010 года. Икари пишет Акаги. Уровень до 100 по 2. Клевая музыка, нагарнаковата. Сожалею о вашей утрате. Мы все скорбим по науке. Она была прекрасным человеком и ученым. Однако с этого дня ваша основная деятельность будет связана с магией и проектом сознательного искажения. Но с другой стороны, вы останетесь куратором проекта Е. Ваш уровень доступа повышен до 0. Рассчитываю на вас. 2 февраля 2011 года. Рицка пишет командующему. Принято решение включить систему на полную мощность, иначе мы будем ждать результатов до конца света. Объекту Альфа будет вводиться специальный катализатор, предотвращающий резкую мозговую активность. Однако его использование потребует обязательной ежемесячной детоксикации. Ответ. Действуйте. Я положил листы на стол. Акаги-сан участвовал в каком-то другом проекте. Я всегда думал, что она занималась только Евами. Боже. Не могу больше находиться в этом кабинете. Эту давящую атмосферу могли выносить только отец и заместитель командующего. Оставив листы на столе, я вышел из комнаты. Эта дверь никак не хотела поддаваться. Я наклонился и осмотрел замочную скважину. Она вся была в мелких царапинах. А к тому же ходила ходуном. Так, ну да, опять сейв. Не, не открывается. А если я ее чем-нибудь... Ручкой. Ткну дверь ручкой. Нет. Ну ладно. Сожгу дверь зажигалкой. Нет. Не выходит что-то. Так, а вот это... Ой. Нет, тоже не открывается. Ножом. Ножом раскрыть. Не-не-не, не выбросить вообще. Ну кого-то эту ножом потыкать можно. Скважина же. Ходит ходуном. Я ее сейчас потыкаю. О, точно. Парк. Интересная концепция. Просто прекрасная. Я вышел в парк к фонтану. С крыши небоскреба. Посмотрев под ноги, я удостоверивался, что стою на земле. Не думая об этом, приказал я себе. И оборачиваться тоже не смей. Я медленно покачал голову из стороны в сторону. Ветер взъерошил мои волосы. И... Казалось, что тут уже наступил вечер. Странное ощущение. Я прошел чуть вперед, стараясь шагать строго прямо. Заметил тряпичную куклу у себя под ногами. У нее была оторвана голова. В первое мгновение, когда я узнал ее мне, показалось, что я обрадовался встрече со старым знакомым. Но ее игрушечная жизнь была прервана не самым безболезненным образом. Кулачки, наполнявшие ее ватой, валялись около отделенной головы, правая часть которой тоже была не в лучшей форме из-за выбивающегося наружу наполнителя. Однако она продолжала улыбаться. Из-за этого ватного мусора я не сразу заметил кулачок бумаги. Подняв его, я прочитал оборванную на середине фразу. Но в году имеет 28 дней. Ведь это... Положив ее в карманы, я вернулся в коридор, пытаясь спать спиной назад и всем естеством, надеясь, что дверь, вход окажется на месте. Любопытно. Да, оказалось на месте. Записка. Что-то про февраль, возможно. Так, опять сейф. Так, следующее. А может быть теперь вот кто и можно? Если последовательность... О! А, так на нее просто нажать надо было. И очевидно, понятно. Ладно, неплохо. Я снова оказался на крыше и снова увидел старого знакомого. Тепловодный пингвин смотрел на меня привычным, не мигающим взглядом. Я вроде бы даже радовался встрече с ним. Так, секунду. Возникла мысль. Которую потом проверю. Да что со мной? Моя шизофрения обретает реальные черты. Я радуюсь этому как ребенок. Пен-пен протянул лапу. Я опустил руку в карман. Ничего ему не отдал. Падно. А? Надо ему что-то отдать, да? Да. После чего вернулся в коридор. Вот я бы не додумался, что тут надо что-то отдать, если бы в первую часть этой серии не играл. Забавно. Ну тут точно надо сейв отдельный. Прям супер отдельный какой-нибудь. А, у меня вот здесь. Давай тоже. С самых ранних начну заменять. Инвентурия. Применить. О, ключом открылось. Я снова оказался на крыше. Самой обычной крыше этого сумасшедшего утра, но на этот раз попал по адресу. Я увидел Таро, а у его ног Аску. Стоп, у его ног Аску? У меня подкосились колени. В ее правой руке палка с окровавленным гвоздем на конце. В этот момент я готов был отдать все на свете за возможность не думать. В левой руке он продолжал держать пистолет. Таро меня заметил, приветственно махнул рукой и сказал. Так ты все-таки меня нашел. Затем он пихнул ногой девушку. Она со стоном перевернулась на спину и сквозь разорванную одежду я увидел глубокие раны. Он не жалел сил. Но она еще дышала. Я мог спасти ее? Конечно. Зачем ты все это сделал? Стоять было трудно, но я еще находил в себе силы. Например, мне хорошо заплатили. Или же мне просто интересно обезглавить нерв. Но неужто тебе не хочется спросить себя, почему он так похож на меня? А я ведь уже спрашивал. И знал ответ. По крайней мере предполагал. Ты видел жилого робота? Хватит отрицать. Он ткнул палкой в одну из ран Аски, заставив ее застонать, а меня до боли стиснуть зубы. Нерв сделали жилых роботов, и это факт. Почему бы им не сделать клона? Нет, серьезно. Им? Ну, может и не им. Может у меня сделали те, кто их контролирует. Ну, ты знаешь, подрыв изнутри, чист сработаны, все дела. Ты ведь уже встречался с клонами. Мы же с тобой деловые люди, и все понимаем. Таро улыбнулся мне и подмигнул. Мне было страшно. С кем еще я встречался? Ну, вот что важно в данный момент. Ты еще можешь ее спасти. Если сейчас доставить девушку в больницу, возможно, она даже заражение крови не получит. Ну, шрамы, конечно, останутся. Ну что, помешаешь мне? Я с удивлением обнаружил, как мою правую руку оттягивает к земле, а когда опустил взгляд, увидел в ней пистолет. Итак, у тебя появилась возможность остановить меня. И ты? Он стоял не так уж и близко, чтобы успеть добежать до меня, пока я буду целиться. А потому... Мне совсем не хотелось думать о причинах, по которым пистолет Мисетксан оказался в моей руке. Я просто хотел спасти Аску. Я мог это сделать. Я... Я это сделал. Я просто поднял пистолет и почти не целись нажала на спусковой крючок. Плечо заныло на мгновение, пуще громового раската. Это, как оказалось, очень болезненное занятие. Наверное, поначалу. Голова Теру взорвалась к красным, щедро эросив, улетевшими кусочками мозга металлическую сетку позади него. Я прострелил ему правый глаз. Даже не знаю, как умудрился попасть, сейчас это было совершенно неважно. Забыв о тяжести в руке, я бросился к Аске. Она все еще тяжело дышала, было заметно, что каждый вздох дается ей с тройным усилием. Я, присев рядом, почувствовал, как по щекам текут слезы, начал думать, как же ей помочь. Аска, ты в порядке? Элиотса была испачкана кровью, но вроде бы глаза повреждены не были. Я хотел помочь, но не успел дотронуться до нее, как она зашипела от боли, и тут я заметил. Увидел неестественное шевеление руки у застреленного клона. Он поднимался. Человек, с разнесенной в клочья головой, оперся на локти и стал подниматься. Я не мог отвести от него взгляда, сейчас я был во власти полнейшего ужаса. Он сел, помотал головой, разбрызгивая капли крови с краев раны, а потом посмотрел свои зияющие дырой на меня. Я улыбнулся и начал подползать ко мне. Руки задрожали, появилось дикое желание отползти этого психа подальше, убежать с крыши, уехать в другую страну, улететь на другую планету. Продолжая пялиться, я наконец уперся спиной в металлическую стену ограждения и вжался в нее. Пятится. Продолжая пятиться. А я как сказал. А труп, улыбаясь и тихо хихикая, все полз и полз ко мне. Остановился лишь тогда, когда я закрыл глаза и стал ждать самого худшего. Неожиданно, да? Его губы оказались прямо у моего уха. Левого уха. Он должен быть мертвым. Нет, пожалуйста, только не это. Я хочу выбраться отсюда. Наверное, ты так и подумал. Звук переместился вправо. Но Синдзи, послушай, убийца не я. Убийца ты. Я резко и со всей силы замотал голову из стороны в сторону. О чем он? Я убийца? Да я никогда. И муху ты тоже можешь обидеть. Голос снова слева. Ведь это, да-да, влияние ангела. Но не того. Я зажмурил глаза еще сильнее. Звук теперь был повсюду и многократно усиливался непонятно откуда взявшимся эхом. Помнишь ту атаку на маги? Когда вы все сидели в тренажерах, и тут дым, взрывы, адреналин. Господи, помоги, внезапно что-то случилось. Акагиридска не все вычистила суперкомпьютеров. Ангел впал в спячку. Интересно, какой идиот будет умирать, когда можно лишь прикинуться мертвым? Я зажал уши. Это не помогало. Ты действительно лежал в больнице. После того случая, как провалился в странную тень. Твое состояние наблюдали магии. Тогда-то ты и повредил свой мозг. Повредил мозг? Нееет. Ментальный тест? Да. Ты болен на всю голову. Спроси меня, откуда я это знаю, и я тебе отвечу. Ты всегда хотел внимания. Хотел иметь друзей. И ты выдумал? Нет. Меня и Мун? Нет. Мы твое подсознание. Враг и друг. Инь и янь. Мужчина и женщина. И родственные противоположности. Она твоя совесть. Еще бы, как уж тут не быть пилотом, это ж такая ответственность. А я, твое желание, исполнитель. Реакция воспаленного мозга. Голос помедлил. Прямо как клон Рей в тех невозможных коридорах нерв. К моему голову резко подступила тошнота. Хотелось же, правда, Синдзи? Хотелось всех убить, чтобы тебя больше никто не трогал. Чтобы никто не разрушил твой мирок. А то эти копошащиеся муравьи в большой яме земли совсем тебя замучили. Но постойте, я сказал, клоуны Рей? О, Господи, что же это все значит? Он издевался. Нет, вспомни. Ведь нас никто не видел, когда ты общался со мной, засыпала Мун. Когда ты был с Мун, у меня не было рядом. А все почему? Мы, имея одну одинаковую природу, не можем быть вместе. Тебя терзает чувство собственной вины за то, что ты уже не можешь быть пилотом. Это находит свое отражение в занятии этой девушке. Тебе хочется, чтобы твои желания удовлетворялись. Твой мозг придумывает безотказного врага, который соглашается со всеми твоими скритными капризами. Святая простота, святое противоречие. Кажется, у меня снова потекли слезы. Как интересно, ведь Мун была похожа на Рей, ты сам это замечал. А еще на твою маму. Похоже, заботой. Вполне ожидаемо. А я? Почему я так похож на тебя? Твои желания, это ты сам. Ты живешь только ради их исполнения. Не волнуйся, все так делают. Твои истинные желания. Ангел-вирус снял последний свой моральной защиты. Нет. Ведь ты в конце концов застрелил ее. Нет. Я резко открыл глаза, и передо мной не было никого. Я сидел на крыше, обдуваемой всеми ветрами, и не видел ни одной живой души. Только труп рыжей девушки с прострелянной головой. Сраной в правом глазу. Хотелось закричать на всю вселенную. С дырочкой в правом боку. Странное желание. В голове снова возник этот мерзкий голос. Мой голос. Но я не жаловался. После посещения рейд три дня назад тебя переклинило. Ты тогда первый раз услышал голос Мун в парке под дождем. Твоя совесть еще пыталась тебя остановить, но нет. Ты вернулся домой пораньше, во внезапном порыве прикончил Айда Кенски. Вырезал глаз большого брата. Просто с концами. А потом вышел, забыл об этом, придумал оправдание, и снова зашел, удивляясь, что же тут произошло. Я снова зажмурил глаза, пытаясь вспомнить, как все было на самом деле. Ведь я не должен был ничего увидеть. Правда? Вечером тебя допрашивали, но Миса-то себя спасла. Не могла же она прям вот так поверить им, поймавшим тебя на месте преступления. Что за ирония? Ну а ночью? Ты был в геофронте? Это ты его законсервировал? Я не знаю, потому что ты не помнишь. По-настоящему не помнишь. Но наутро ты чувствовал себя больным, потому что всю ночь шлялся под дождем? Или устраивал взрыв газа в той кафешке? Или подпиливал трубу в тоннеле по дороге в штаб? В любом случае, ты это все очень глубоко запрятал. Даже я не могу туда пробраться. Что со мной? Синдзи, что с тобой? Что с твоим мозгом? Зачем ты убил Рей таким изощренным способом? Было забавно, когда на самой кульминации тебя снова накрыло, и ты, бросив ее, поплелся в пустую квартиру под названием Квартира Мун. Представь, она находится в соседнем подъезде. Я долго смеялся, когда узнал об этом. Мои губы тронула улыбка. А зачем ты убил Аску? А как можно столько времени скрываться от второго отдела? А что это за зеркальное здание? А откуда все эти вопросы? А это так важно? Его голос становился все тише, постепенно сходило на нет. Это все совсем не важно, Синдзи. Дело сделано. Твои нелогичные желания удовлетворены. Ты все вспомнил. А я прощаюсь с тобой. И да, это было очень приятное ощущение. Тот момент, когда я в конец заглушил совесть. Супер. Подул ветер. Супер. Я открыл глаза. Тут никого больше не было. Посмотрев направо, я увидел рядом с собой карту. Торор. Карта называлась Смерть. И имела тринадцатый номер. Я не был силен в гаданиях. Я не знал, что она обозначала, если только не самая очевидная. Посмотрев налево, я увидел, что одна из секций металлического ограждения была вырезана. Словно кто-то очень хотел, минуя ее, почувствовать всю радость полета с этой крыши. Я бы... Я бы мог этим воспользоваться. Я убийца. Я убил всех, кто был мне дорог. Всех. Или всех, кто только прикидывался таковыми. В любом случае, мне больше нечего здесь делать. Я бы мог напрячь пару десятков мышц, подползти к крыше и просто свалиться с нее. Но это слишком долго. Полет это очень долго. Поэтому я... Отодвинув затвор, я посмотрел внутрь пистолета. Пусто. Патронов не осталось. В то же время я понял, почему у меня болело плечо. Это не привычки. Хоть я и не первый раз стрелял, но лошицы уже просто устали. Мой взгляд уткнулся в мертвую сырье. Почему-то подумывая, что все это было чушью. Ни разу не казалось, что она спит. А, ну да. У нее же было простреляно лицо. Слезы уже не текли. Я сидел на крыше, слушал ветер и думал о чем-то. Захотелось включить плеер, но... Увы. Увы. Пожалуй, я думал и думал, пока сюда не ворвалась служба безопасности. Это было очень неожиданно. Они были сразу с оружием, а я не хотел умирать. Резко вскинул руки. И совершенно забыл, что в одной из них находится пистолет. Мысль о том, что это может быть расценно, как нападение вылетело из моей головы одновременно с пулей, которую выпустил один из агентов второго отдела. Мысль была красного цвета и расселась по воздуху с лановатой дымкой. Микроскопическими капельками крови и серого вещества. Прямо как рано это выстрелило второе. Мысль осталась висеть в воздухе. Так, я хочу потом кое-что проверить. Как это здесь? А я, Синзи, Таро, упал на зеркальную крышу. Я, Таро, Синзи, думал, что вижу себя в отражении. Я не смог узнать своего лица. Городу крепости Токио-3 оставалось жить несколько дней. Да и не только ему, а всей Земле. Было бы очень интересно понаблюдать за этими личностями, посмотреть на их последние 72 часа. 72 часа для всего человечества. Вид Homo sapiens будет до конца стерт конкурирующими существами. Из-за одного-единственного человека земляне потеряли свой последний шанс, который им всегда выпадал. Воздастся каждому по делам его. Над Токио-3 разнесся звук сирены, нападал очередной ангел. Но всем было все равно. Единственное, о чем я жалел, никто не сможет увидеть красивого красного заката над кроваво-красным морем. И услышать мелодичный плеск волн. Смотри-ка. Одну концовочку увидели. Галерея. Сейчас даже тут что-нибудь должно появиться, да? Действительно. В галерее теперь что-то есть. В галерее теперь много чего есть. Ну это, пока что все это помню. Вот. Это вот до 11-й страницы все есть. А сколько тут еще? О мой бог. Больше половины уже, считай, нет. О, тут еще даже есть что-то. Да, больше половины нет. Кажется так. Теперь я хотел кое-что проверить. Пока достижение. Достижение? Цикл с анестезией 1. Результат с анестезией. Black and Inside Out. Черная концовка. На вылет. Время с анестезией 6 часов. Собраны предметов 19 из 39. Найден записок. О боже. 17 из 73 открытых картинок. Да, меньше половины. Ну почти ровно половины, как ощущал. Так, теперь. Нет, не новая. Так, вот. Это у меня. Вот эта концовка. А вот это у меня. Да. Сейчас я хочу другие двери потыкать. Не начиная заново. Очень любопытно мне. Как это сработает? Как это сработает? Ага, это не открывается. Так, и это. О. О. Вот это. Вот это интересно. А тут кодовый замок. А есть ли у меня? А есть ли у меня? Я попробую. А как? А, понятно. Нет? Нет, непонятно. Не нажимается. Не нажимается. Почему-то не нажимается. Сковырнуть нельзя? Нет. А ложкой вычерпаю этот код? Не, нельзя. Ага, ага. И уйти отсюда уже не дают, да? Любопытно. Карты местные нет. Я не могу ввести код. Мне даже не стоит его искать. А всего, значит, 7 дней, может быть. Понятно. Это, получается, единственный ход туда. А тут вот не нажимается. Ничего не нажимается. Ну, ладно. Не хочет нажиматься? Не надо. Тогда сделаем. Иначе. Зачем сюда? Подожди. Ага. Не. Ну-ка, достижения у меня остались. Ну, кстати, смотри-ка. Записан для результата. Загружусь, ну, для надежности. В этом... Сейве. И промотаю просто до конца уже. Подожди. Я не то загрузил, что ли? У нас тут гости. Извините, придется мне закончить пораньше. До свидания. Не я. Продолжение следует...